Привет, мобильные геймеры! Вы, как всегда, на канале MobileGamer, и в данном видеоролике мы разберем последние новости по грядущим мобильным играм от компании EA, а именно о Battlefield Mobile и Apex Legends Mobile. Поэтому, если тебе интересно, усаживайся поудобнее и не забудь поставить лайк и подписаться на данный канал, чтобы быть в курсе всех самых интересных игр на Android и iOS. Но если вы любите читать новости по мобильному Apex и весело проводить свое свободное время, то данный Discord сервер создан именно для тебя. Веселое общение гарантировано. Поэтому, если заинтересовало, заходи. Ссылочка на данный крутой Discord сервер по мобильному Apex будет в описании по данным видео. Ну а мы начинаем. Все вы помните, что недавно EA анонсировала мобильную игру, а именно Battlefield Mobile. И совсем недавно на днях появились новые подробности по выходу данной игры на Android и iOS. И совсем недавно на днях, во время проведения Games Beat Summit 2021, у директора студии EA Лауры Милли просили, стоит ли ждать софт-запуска Battlefield Mobile уже в этом году. На что она ответила, что софт-запуск Battlefield Mobile планируется уже на конец этого лета. Вероятнее всего, данный софт-запуск будет доступен только Android пользователям и на территории Индии и Филиппин. Но я уверен, что данный список стран со временем увеличится. И все больше людей смогут опробовать мобильный Battlefield на своих мобильных устройствах. И этот ранний софт-запуск неспроста. Ведь студия Industry Toys разрабатывает Battlefield Mobile уже не первый год. А это значит, что разработка данной игры находится уже на финишной прямой. И вероятнее всего, используя VPN, мы уже в конце этого лета, а именно в августе этого года, сможем попробовать мобильный Battlefield. И ощутить все прелести вселенной Battlefield на мобильных устройствах. Ведь я уверен, что это будет иметь большое значение для поклонников серии Battlefield. И сделать данный бренд еще популярнее. Конечно же, Battlefield будет фри-то-плей игрой. Но сильно не беспокойтесь насчет внутриигровых покупок в игре. Так как данная модель, скорее всего, будет позаимствована с Call of Duty Mobile. Где за реальные деньги можно купить интересные скинчики. Которые никак не будут влиять на баланс в самой игре. Так что я очень надеюсь, что мобильный Battlefield сможет навязать хорошую конкуренцию Call of Duty Mobile. Ведь многим мобильная колда уже попросту надоела. И определенно хочется уже чего-то новенького. Так что посмотрим. Но кроме новостей по мобильной Battlefield, есть новые подробности и по новому бета-тесту Apex Legends Mobile. Источники, знакомые с планами EA, сообщают нам, что компания намеревается нанять менеджера сообщества для мобильной Apex Legends. Более того, эта роль будет включать в себя управление мобильным сообществом Apex Legends в Индии, а также в Таиланде. Эта информация, а также высказывание EA босса, а именно Эндрю Уилсона, во время недавнего телефонного разговора, намекает на то, что компания возможно может запустить софт-запуск Apex Legends Mobile на некоторых территориях уже в этом году. А именно в Индии, Филиппинах и Таиланде. И с полным запуском мобильного Apex по всему миру уже в начале 2022 года. Да, с одной стороны грустно, что придется так долго ждать глобального запуска Apex Legends Mobile, но с другой стороны, в настоящее время общее качество игры не особенно впечатляет. В первой бетке мобильного Apex было найдено очень много багов и глюков, которые не давали полноценно насладиться данной игрой. Игре не хватает динамики, и в общем-то она имеет огромное количество проблем на данный момент, поэтому лучше подождать, чем играть в сырой продукт. Ну а для всех тех, кто ждет ближайшую бетку мобильного Apex, у меня есть очень хорошие новости. Если ваше устройство на данный момент поддерживает данную игру, и вы смогли поиграть в первую закрытую бетку мобильного Apex, то следующий закрытый бета-тест запланирован уже на конец этого месяца, и пройдет он опять же на территории Филиппин. Поэтому если ваше устройство на данный момент поддерживает данную игру, и страна вашего плей-маркета Филиппины, то доступ к следующей закрытой бетке Apex Legends Mobile будет скоро открыт. Если у меня будет возможность, то я обязательно сделаю видеоролик по данной бетке, так как на данный момент мой Android-смартфон не поддерживает Apex Legends Mobile, и все манипуляции со смены региона попросту не работают. Но если появится какой-то новый способ с возможностью поиграть в следующую закрытую бетку мобильного Apex, то я обязательно расскажу о данной информации. Так что с нетерпением будем ждать релиза данных мобильных игр, потому что я уверен, что данные игры будут будущими королями мобильных шутеров на Android и iOS, которые зададут тренды на долгие годы вперед, тем самым развивая жанр мобильных шутеров на Android и iOS. Но это у меня, к сожалению, все. Будет интересно узнать в комментариях, что же вы ждете больше, мобильный Battlefield или Apex Legends Mobile? Ну а сегодня с вами, как всегда, был ваш любимый Mobile Gamer. Не болейте и играйте только хорошие игры. Пока-пока и увидимся в следующих видео на данном канале. До скорого!